Однажды у Никиты выдалось свободное время, и он учил французский язык. Это было очень интересно, он постоянно рассказывал мне, что нового выучил. И вот одним прекрасным вечером мы с ним сидели на диване, заиграла романтическая музыка. Мы встали и стали медленно танцевать. И Никита мне говорит, что это было очень романтично, очень красиво, и мне было интересно. Я спросила его, что же это значит? Я ем кошку. В 2010 году мы с Юлей начали жить вместе. Мы не знали, какой должна быть семейная жизнь, и поэтому эта самая жизнь преподносила нам множество сюрпризов. Часть сюрпризов мне преподносила сама Юля. Однажды, когда я вернулся из Чайковского, у меня не было дома два дня, я зашел домой и увидел у Юли заговорщическое выражение лица. Я не знал, что это означает, я зашел в комнату, открыл двери шкафа и увидел там маленького котенка. Юля подбежала сзади и закричала «Сюрприз!». С тех пор эта кошка живет с нами, и мы ее очень любим. Никита меня постоянно смешит, просто каждый день. И однажды мы с ним проснулись утром, он прибирал постель, и так получилось, что на нашей простыне образовалась большая дырка. И он взял эту простыну, надел на себя как балахон. Знаете, как Алла Пугачева носит такие огромные балахоны? Начал танцевать и петь, как Эдита Пьеха, песню «Расскажи-ка мне, дружок, что такое манжурок». Это было очень смешно. Юля очень любит готовить мне сюрпризы. И в этом году она подготовила сюрприз на мой день рождения. В нем она задействовала всех моих друзей. Она знает, что я люблю историю про Гарри Поттера, и поэтому сюрприз был именно в этом стиле. Мои друзья изображали героев Патерианы, а я должен был перемещаться от одной локации к другой, выполняя различные задания. Они готовили этот сюрприз целый месяц. Параллельно с этим я готовил предложение для Юли. И как ни странно, это предложение было в стиле Гарри Поттера. Вот такое совхадение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok